В ночь на 19 января православные верующие отмечают праздник крещения Господня. В этот день принято окунаться в прорубь, трижды осеняя себя крестным знамением и произнося молитву. Для верующих купание на крещение означает приобщение к особой благодати, которую Бог посылает на всю воду в этот день. Также считается, что вода на крещение приносит здоровье как телесное, так и духовное. В Саянские зиме уже не первый год традиционным местом оборудования Ордания является река Мура и второй водоем, где саянцы привыкли проводить традиционное купание, поселок Кемельтей. Это водоемы, на которых купание проходит в открытой воде. Как пояснил государственный инспектор по маломерным судам Анатолий Ведерников, далеко не все люди, которые принимают участие в праздновании крещения, будут купаться в проруби. Многие приходят за освещенной водой. Для того, чтобы праздник не омрачился несчастным случаем, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам рекомендуют соблюдать меры безопасности. Купаться только в специально оборудованных местах. В настоящее время в местах, заявленных для подготовки Ордани, проверяется толщина льда и соответствие другим установленным санитарным требованиям. Администрация города Зимы и района была проведена работа по организации оборудования купели в Старой Зиме. Это в районе протоки Мурыда на традиционном месте и в селе Кемельтей в районе улицы Заречной 50, недалеко от деревни Отрадной. Спасатели и медики рекомендуют за несколько часов до купания необходимо плотно поесть. Это даст необходимую в холодную погоду энергию и повысит морозоустойчивость к организму. Охлаждаться следует постепенно. Сначала снимите верхнюю одежду, через несколько минут обувь, затем разденитесь по пояс и только потом заходите в воду. И все же купание в ледяной воде без специальной подготовки и закаливания может вызвать осложнение. При повышенном артериальном давлении возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, если давление низкое, судороги и опасность потери сознания. В воде перед купанием ныряльщики со стажем советуют растереть тело жирным кремом, чтобы уменьшить теплоотдачу. Находиться в воде следует не дольше одной минуты, а после погружения необходимо растереться махровым полотенцем и по возможности зайти в теплое помещение, где можно выпить горячего чаю. По статистике, смертельные случаи при погружении в прорубь происходят каждый год и медики говорят, что купание в ледяной воде опасно для неподготовленного человека. К счастью, по данным сотрудников ГИМС в Саяноземинском регионе, трагических случаев, которые произошли во время погружения в Ордань, в крещенские праздники зарегистрировано не было. Хотелось бы отметить, что в момент проведения мероприятия крещенских купаний будут дежурить все службы, МЧС, полиция и, соответственно, медицинские службы. Случаев гибели, каких-то нестандартных случаев на протяжении нескольких лет допущено не было. Роспотребнадзор рекомендовал религиозным организациям использовать для освещения водопроводную воду. Что касается Ордани, то в местах их планируемого создания должны быть взяты пробы воды для исследования в лабораториях. По информации МЧС, в празднике крещения в обряде купания в Иркутской области ежегодно участвуют более 20 тысяч человек. Учитывая недостаточную прочность льда, а также в связи с эпидемиологической обстановкой в ряде муниципалитетов, решено не проводить крещенские мероприятия освещения воды в Ордани. И все же купаться в проруби не обязательно. Чтобы выполнить обряд, можно просто облить себя освещенной водой. А если не хочется выходить из дома, то крещенской водой можно облиться и дому, поскольку в крещении святой считается любая вода, в том числе и та, что течет из обычного водопроводного крана.